Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа новости в студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Сегодня во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмму Мали Рахмон, принял председательствующего в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министра иностранных дел, европейских дел и торговли Республики Мальта Яна Борга. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и Мальте. С первых дней установления отношений с Организацией мы выражали готовность к расширению взаимовыгодного сотрудничества, подчеркнул президент страны, уважаемый Эмму Мали Рахмон. Стороны обсудили комплекс актуальных региональных и глобальных проблем, а также расширение военно-политических, экономических и экологических отношений в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Было признано необходимым тесное сотрудничество стран-участниц организаций в деле предотвращения и снижения негативных последствий изменения климата, беспрецедентного потепления, наводнений, продолжительной засухи, пожара и других стихийных бедствий. В продолжении беседы стороны обменялись мнениями относительно решения проблем безопасности, борьбы с киберпреступлениями и предотвращения злоупотребления интернетом с целью пропаганды и агитации экстремизма, радикализма и насилия. В контексте двухсторонних связей было выражено удовлетворение сотрудничеством в рамках международных организаций, особенно Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европейского Союза. Ну а другой темой беседы стало обсуждение расширения отношений Таджикистана и Мальты в сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе это межпарламентские, торговые, инвестиционные, предпринимательские, туристические и культурно-гуманитарные отношения. И сразу после встречи с основателем мира и национального единства, лидером нации, президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмумали Рахмоном, председательствующий в организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел, европейских дел и торговли Республики Мальта Ян Борг прокомментировал итоги беседы с главой государства, уважаемым Эмумали Рахмоном. Для меня огромная радость то, что сегодня состоялась важная встреча с президентом Республики Таджикистан и его превосходительством, уважаемым Эмумали Рахмоном. В этом году мы отмечаем 30-ю годовщину сотрудничества Республики Таджикистан с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. За эти годы были реализованы сотни двусторонних проектов в экономической и социальной сферах. Эти вопросы мы обсудили в ходе встречи с уважаемым президентом Республики Таджикистан. На встрече обсуждались вопросы укрепления границы и мы выразили свое мнение о приоритетах дальнейшего сотрудничества. На встрече также обсуждались региональные вопросы, в том числе вопросы, связанные с Афганистаном, которые стороны считают необходимыми для плодотворного сотрудничества с международными партнерами для поддержания мира и стабильности в регионе. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Республика Мальта продолжат помогать народу Таджикистана развивать сотрудничество с Республикой Таджикистан. Сегодня министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Мухридин встретился с действующим председателем организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом, находящимся с рабочим визитом в Душанбе. В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов как двухстороннего, так и многостороннего сотрудничества с Мальтой, а также взаимодействия сторон в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Стороны также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая совместное противодействие с современным вызовом, изменению климата, терроризма и экстремизма, незаконному обороту наркотиков и киберпреступности. Сегодня в пограничных войсках Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан состоялась встреча командующего пограничными войсками и соответствующих управлений пограничных структур Таджикистана с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных, европейских дел и торговли Республики Мальта Яном Боргом. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о высоком уровне сотрудничества в рамках различных проектов по повышению потенциала пограничных подразделений, непосредственно охраняющих государственную границу Республики Таджикистан. На встрече обсуждалось состояние государственной границы Республики Таджикистан, борьба с угрозами и опасностями современного мира, такими как терроризм, экстремизм, контрабанда оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также незаконный оборот наркотиков. Также стороны обсудили развитие сотрудничества в направлении укрепления государственной границы Республики Таджикистан, обеспечение пограничной безопасности и другие актуальные вопросы. К другим темам. Ежегодно в Таджикистане День национального единства отмечают 27 июня культурными программами, конференциями высокого уровня, массовыми гуляниями. Достижение независимости и государственности, укрепление мира, стабильности и национального единства, чувство патриотизма, духовное пробуждение, национальная гордость, уважение национальных ценностей и символов государственности – все это в целом ведет нас, таджикистанцев, к построению подлинно гражданского общества, к устойчивому социально-экономическому прогрессу, реализации судьбоносных стратегических планов и целей. Слово моей коллеги Зумрат Фазиевой. Наряду с такими ценными понятиями, как независимость, свобода, родина и народ, национальное единство стало неотъемлемой частью миротворческой и толерантной мудрости таджикского народа, путеводителем общества на пути созидания и благоустройству. Прочное национальное единство укрепляет независимость родины, а защита и укрепление независимости могут служить в качестве основы для совершенствования национального единства, дружбы, братства всех жителей нашей Родины. Национальное единство придает новые силы таджикскому народу. В сердце каждого жителя зажигает луч надежды на светлое и спокойное будущее, наполняет сердца жителей страны радостью и весельем. Национальное единство заложило прочную основу для развития внутренней и внешней политики, дальнейшего продвижения страны и обеспечения безопасности государства и общества. О продвижении общества вперед сами за себя, со всей очевидностью говорят факты строительства, ремонта и реконструкции тысяч школ, детских садов, возведения десятков дворцов культуры, библиотек, стадионов и общего преображения облика городов и районов и улучшения условий жизни народа. Национальное единство является важнейшим фактором развития общества, главным условием укрепления экономики, роста социальных сфер и сфер культуры. Именно поэтому защиту, независимость и укрепление национального единства таджикистанцы считают своим человеческим долгом. День национального единства, который в стране ежегодно отмечается 27 июня, с чувством благодарности за прочный мир и стабильность для граждан Таджикистана, является одной из важных исторических дат. Этот праздник – великое историческое достижение жителей страны. Он превратился в символ единства и сплоченности славного таджикского народа. Труженики города Турсунзады активно готовятся к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов и в этом плане увеличивают запасы кормов для животных. До сегодняшнего дня во всех хозяйствах города собрано 10 800 тонн кормов, что на 121% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах города Турсунзады составляет 1900 голов, мелкого скота – более 79 350 голов. Чтобы без потерь и качественно выращивать такое количество крупного рогатого скота в осенне-зимний период 2024-2025 годов, фермеры намерены осуществить заготовку 28 130 тонн кормов для животных. По последним данным, во всех хозяйствах города заготовлено 10 800 тонн кормов, что на 121% больше аналогичного периода прошлого года. Общество с ограниченной ответственностью Агросануад города Турсунзады имеет в своем распоряжении тысячи гектаров пассивных земель, из которых на площади 260 гектаров осуществлен сев люцерны. В настоящее время в этом хозяйстве проводится второй этап заготовки люцерны. Для заготовки кормовых культур труженики используют современные промышленные технологии. Мощная сельскохозяйственная техника имеет возможность выполнять несколько операций, что значительно упрощает работу аграриев. В то же время уборка зерна идет бесперебойно. Труженики компании Агросануад на орошаемых землях произвели сев различных сортов пшеницы, которые дают хорошие результаты. В частности, был произведен сев пшеницы сорта «Граф». И сейчас земледельцы собирают с каждого гектара по 70 центнеров урожая. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова